Ок да уж, привет всем. Сегодня второй день отбора в Европе. Разберем результаты группы Би, в которой Испания потеряла очки в матче с Грецией 1-1. В итоге гости нанесли за весь матч всего лишь один удар, но это им не помешало увеличить свою беспроигрышную серию до 6 игр, учитывая и матчи Лиги наций. Швеция с минимальным счетом одолела Грузию 1-0. Оказывается, что сборные сыграли в первый раз. Виктор Класен из Краснодара – автор забитого мяча, а вот пас ему отдал сам 39-летний Ибрагимович. Как вы помните, шведы капитулировали в дивизионе А Лиги наций. Таблица. Итак, Швеция на первой сторочке, у Греции и Испании по одному, а Косово и Грузия без очков. 28 марта Грузия принимает Испанию, а Косово – Швецию. Переходим к группе Си. Здесь Болгария уже к 12-й минуте проигрывала Швейцарии 0-3. Блицкриг удался. Напомню, последняя игра этих сборных 10 лет назад закончилась таким же счетом. Джордан Шакери из Ливерпуля выдал 2 голевых пасса. Италия обыграла Северную Ирландию 2-0. Как же играет итальянская молодежка, в конце будет ссылка на стартовавшее молодежное Евро. А вот национальная команда в итоге 2,5 года не знает поражений. Все это время сквадроотзора проводят под руководством Манчини. Таблица. Здесь все просто. Швейцария и Италия набрали по 3 очка. Видимо, что эти сборные поборются за проходное место. Литва не играла, а Болгария из Северной Ирландии с нулем. 28 марта. Болгария примет Италию, а Швейцария сыграет с Литвой. А теперь группа Ф. Израиль в пятый раз в истории из пяти уступил Дании, при том, что пропустив 15 и забив всего лишь один мяч. Есть такой игрок Копенгагена Винт. На его счету гол плюс пас. Дания выиграла в итоге 6 из 7 последних матчей. Молдова не сумела набрать 3 очка в поединке с Фарерскими островами 1-1, пропустив в концовке встречи. Олсен вышел на замену за 7 минут до спасительного мяча. Молдова 21 месяц остается без побед. Это 17 встреч в различных турнирах. Шотландия-Австрия 2-2. Австрийцы главный конкурент Дании за первое место. Тем более, что у них сейчас 7 матчей без проигрышей. Каладжич из Штутгарта забил дважды. За последние 10 матчей он отметился 10 раз. Воистину, одронный Каладжич. А таблица сообщает нам следующее. Дания в лидерах 3 очка. Затем 4 страны имеют по одному. Австрия, Шотландия, Фареры, Молдова. А Израиль на последнем месте. Через 3 дня группа соберется вновь. 28 марта. Дания играет с Молдовой. Австрия с Фарерами. Израиль с Шотландией. Группа Ай. Андоре тяжело было рассчитывать на успех с Албанией с двумя ударами за всю игру. Гости победили и продлили свой позитивный отрезок во всех турнирах до 6 матчей. 4 победы и 2 ничьи. А вот Андорра не побеждает 17 месяцев. Англия разгромила Санмарино 5-0. Игра была в одни ворота. Хочу отметить, что это был самый скромный результат в истории этих сборных. Кальверт Льюин записал дубль. Про безвыигрышную серию Санмарино говорить не стоит. Отмечу только, что они 8 матчей не забивают голов. Венгрия не удержала победу в поединке с Польшей 3-3. В этом матче было единственное удаление в первом туре, но оно на исход не повлияло. Ничью гостям принес Ливандоус, забивший в девятой игре к ряду. 9 игр и в каждый гол или 2 или даже 3. Всего же в текущем сезоне у Роберта 41 мяч. Турнирная таблица. Англия и Албания возглавили шестерку команд. Польша и Венгрия имеют поднамочку. Стоит сказать, что Венгрия не уступает никому 7 игр. В ближайшее воскресенье Албания примет Англию, Польша – Андорру, Санмарино – Венгрию. Десятая группа отбора. Здесь сыграла Германия и Исландия. Бундестим выиграла 3-0. Йохим Лёв проводит последние месяцы в команде. После Евро он уйдет. А вот исландцев шесть последних матчей преследуют сплошные поражения. Лихтенштейн с минимальным счетом уступил Армении 0-1. Да, матч выигран за счет автогола, но ничья была бы в этом матче несправедливым результатом. Матч шел в одни ворота, а на поле была видна только одна команда. Получается, Армения идет сейчас. Шесть матчей без поражений. И Румыния вырвала победу у Северной Македонии 3-2. Последний гол в этом поединке забил 22-летний Янис Хаджи, сын легендарного Георгия Хаджи. Румыны к следующей игре подойдут с четырьмя играми без поражений. В таблице троевластия. Германия, Румыния и Армения имеют по три очка, у остальных – ноль. В воскресенье ожидаются следующие встречи. Армения – Исландия, Северная Македония – Лихтенштейн, и Румыния – Германия. 27 марта стартует второй тур в 17.00 по Москве. Черногория примет Гибралтар, Россия – Словению. В 20.00 Беларусь – Эстония, Норвегия – Турция, Нидерланды – Латвия и Хорватия – Кипр. И четыре матча в 22.45. Сербия – Португалия, Ирландия – Люксембург, Чехия – Бельгия и Словакия – Мальта. Лучшими бомбардирами после первого тура являются Элмаз и Соучик. Три передачи дал Тадич. Я не требую лайки, а прошу помочь в решении задачи на логику для 6 класса. Вот эта задача, кому не трудно – буду благодарен.